Сегодня его называют хозяином Одессы, но в далекие 90-е Владимир Ильич Галантерник был обычным бизнесменом, который торговал электротоварами. Поэтому его первое прозвище «Лампочка», рассказывают одесские журналисты. Возможно, он не приобрел бы звание серого кардинала города-миллионника, если бы не ангел, а точнее Александр Ангерт. Ну все, небеса разверзлись, свет приставился. На экране одесской региональной телевизионной компании появился убийца. Счет его пребывания в эфире шел на часы, и за все это время он ни словом не обмолвился о совершенном им когда-то убийстве. Вот так в 98-м году Александр Ангерт, уже имея в народе репутацию не просто опасного человека, связанного с одесским криминалитетом, а убийцы, который свободно чувствует себя перед камерами. Может быть потому, что знает, что он не один, и его хорошо охраняют? В одеському группировании было кілька ключевых людей. Окрім самого Мініна, его права рука Александр Ангерт на прізвисько Ангел, Олександр Жуков, який займався финансами, а також Геннадій Труханов, який був особистим охоронцем Мініна та їздив за ним по світу з грецьким паспортом на ім'я Генідеса Озопулуса. На тот момент будущий мэр Одессы предоставлял охранные услуги, будучи основателем охранного агентства с гордым названием «Капитан». К слову, название фирмы надолго закрепилось за будущим украинским политиком как прозвище. А дела минувших лет, как и прочные связи с друзьями из 90-х, тянутся за ним шлейфом и сегодня. Если Ангел в чём-то замешан в убийстве, то там не могло обойтись без Труханова. К тандему Ангела и Капитана присоединился и Лампочка, то есть Владимир Галантерник. Сегодня Александру Ангерту приписывают разные места жительства. Одни говорят, что он осел в Израиле, другие говорят, что живёт в Лондоне, третий поселили его в Турции. Но как бы там ни было, он по-прежнему имеет огромное влияние на жизнь Одессы. Он является покровителем действующей городской власти в Одессе. В их бизнес-интересы входят торговля, строительство и нефть. И в том числе группа, я не буду называть это подельниками, но его друзья были как раз, относились к развалу ЧМП. Непосредственно в 2011 году комиссией по банкротству ЧМП тогда возглавлял господин Галантерник. Сегодня все мы знаем и Старосиную площадь, и все участки огромной земли под руководством нашего городского совета уходят как раз бизнес-партнёрам того самого Ангерта, господину Галантернику. И та же Старосиная площадь, и школьный аэродром, и 300 гектаров на Таирово. Все это является фактической собственностью господина Ангерта. Будьте, где им подобается земля громада, вона використовывается на користь всего криминального олигархичного клана Галантерника-Труханова. Так каким же образом легендарный городской рынок, земля у самого ботанического сада или, например, городская площадь в Одессе, могут стать частными? Существует несколько схем. Первая и наиболее популярная уже давно известна в Украине под названием «туалетная». Суть её заключается в том, что для получения земли надо иметь строение на этой земле. Любое. Так, в некоторых случаях роль капитального здания исполнял «туалет», что и дало название всей схеме. Важным обстоятельством является то, что величина строения никоим образом не коррелирует с величиной участка. Собственник здания в 20 квадратных метров подаёт прошение местной власти отдать ему в аренду, а потом и на выкуп землю под строением в полгектара. При правильном содействии городской власти депутатов как бы не смущает несоответствие желаний просящего. Естественно, туалет сносится. А уже на частной земле строятся дома, торговые центры или просто ставятся будки для торговли. Причём всё это ещё можно приправить реконструкцией на благо горожан. Тогда львину и долю новых конструкций можно организовать за счёт городского бюджета. Всі памятаем 16-й рік, як была, відбувалася реконструкція старостяної площі. Старостяна площа реально була вкрадена двома етапами. Це земельна ділянка трошки більше двух гектарів. І земельна ділянка там звана туалетна схема, де дійсно туалет був приватизований, стара диспетчерська. Так от, під соусом того, що це здійснюється благоустрій, була повна реконструкція, знищено майно територіальної громади, благоустрій був здійснений за костю територіальної громади. І одночасно ці земельні ділянки дві передано в приватне користування приватних компаній структур галантерніка. Обладая большой депутатской группой доверять делам і ряду інших депутатів, обладає фактично профільними руководителями, господин галантернік може напрямую влиять на решення, в тому числі по, скажімо так, законообразію виведення землі. Тому що це делається якимось? Сначала викупається строіння, навіть якщо це сарай чи туалет, полуразваливаючийся. А потім вже рішенням сесії Горсовета під цей сарай виводиться земля і в аренду виведеться на какое-то время цьому підприємі, здання сноситься, строяться дому. Ще одна нехитрая схема – рішить на сесії Горсовета продати частнику практически за бесценок несколько сооружений некогда мощного завода. Але почему бы не наполнить казну і при этом не дать бизнесу навести порядок на запущенной территории? В ноябре 2015 года все імущество завода «Краян», которое состоит из многих імущественних комплексів, даже в разных частях города, по разным адресам, все це імущество було продано за 11,5 млн грн. А спустя год в светлые голови чиновників внезапно приходить мысль о том, що горожанам неудобно посещати отделення Горисполкома, знаходящееся по разным адресам, і нужно срочно переселити їх в одно здання. І вот на повестке дня сесії того же Городського совета появляється вопрос о покупці у того же частника двух проданних год назад зданий. Естественно, за деньги Городской казны. Ориентировочно за 185 млн грн. Вот эти два здания, которые сейчас Город хочет выкупить, занимали меньше четвертой части. То есть, ну, если считать по количеству кадратных метров, то их купили за 3,8 млн грн. Чувствуете масштабы безнаказанности? Сначала продать частнику целый ряд принадлежащих Городу строений за 11,5 млн грн. А через год за бюджетные деньги выкупить два из них за 185. И это не предел. Можно еще оценить их ремонт в 98 млн грн. Бюджетных, естественно, грн. Ну и совсем простая схема – брутальный захват земли, даже под военным объектом. В 17-м році 40 людей захопили військовий аэродром шкільний в місті Одесі. Цей аэродром досі є заблокований. Частина цієї території зараз захоплена приватними структурами, які належать так званій компанії «Сити». Что позволило господину-галантернику действовать так нагло, в лоб? Все просто. Дело в том, что на месте школьного аэродрома должен вырасти новый жилой микрорайон под названием «Аэропортовский». Так еще 25 марта 2015 года предусмотрел Одесский горсовет новым генпланом Одессы. А в роли інвесторов масштабного проекта привлекли фирмы «Будова» и «Югтранстерминал». Городська власть передала компанії «Галантерника», как заявила буквально недавно, да, позавчера, на пресс-конференции, 80 или 90 гектар под застройку, в том числе включая часть территории военного аэродрома. Ну, представить, что сохранится военный аэродром со взлетной полосой, с базирующимися там истребителями, перехватчиками, а также ракетными комплексами внутри жилого квартала, ну, мне, например, очень сложно. Просто аэродром обстраивают высотками с помощью решения Одесской городской власти, захватывая фактически землю, которая им не принадлежит. Масштабы того, что происходит сегодня в Одессе, вышли за рамки банального преступного дерибана городской собственности. Сегодня это уже вопрос национальной безопасности. Одесса находится сегодня под величезной загрозой, загрозой сепаратистского реваншу, на самом деле. От Одессы буквально в 60-70 километров находится Приднестровье, где существует на сегодняшний день российское военно-группирование, где-то до 2000 человек с техникой и так далее. Этот клан, который, еще раз повторюсь, столькие криминальные и экономические стосунки, финансовые стосунки с Россией, он имеет в Одессе больше тысячи боевиков. У них есть даже обладание для прослушивания. Это государство в государстве. Это величезная небезопасность. Если будет какая-то ситуация, кризисная, скажем так, политическая, они вот так вот только щелкнут, и все, и будет российским прапортом. Сегодня в судах Одессы рассматриваются с десяток дел, связанных с коррупционными скандалами, которых замешана одесская городская власть. Это дела о реконструкции старосемной площади, покупке зданий бывшего завода Краян, передачи в частные руки земли под школьным аэропортом и другие. И теперь же мы официально обратимся, и мы, а активисты, к правоохоронных органам, что до того, что в городе Одесса работает организованное злочинное группирование, на челе якои стоит Володимир Галантерник. Политическое крыло, которого сейчас руководит город, это пан Труханов. Также оно имеет силовое крыло, которое руководит город Босенко Володимир Володимирович. Также правоохоронное крыло, которое обеспечивает прикрытие всех злочин в городе. Это прокурор. Одесская область Олег Жученко. Мы, я особисто, подготовили к представителей дипломатов Великой Симки, где мы хотим обратиться на эти события и дать международную оценку этим событиям, которые происходят в Одессе. То Одесса сегодня под реальностью запрошено. Поверьте мне, гордость распирает. Поэтому работаем и готовы отчитываться о каждом своем поступке. Спасибо большое.